Добрый день, уважаемые дамы и господа! Министерство обороны Российской Федерации проводит брифинг об основных положениях и принципах реализации подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. В мероприятии принимает участие начальник главного оперативного управления первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Рудской Сергей Фёдорович. Заместитель начальника главного оперативного управления генерал-лейтенант Гаджи Магомедов Станислав Исропилович. Вчера по итогам переговоров, проходивших в течение двух дней в столице Казахстана, полномочными представителями России, Ирана и Турции подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Меморандум вступает в силу завтра, то есть 6 мая с нуля часов. Хотел бы коротко проинформировать, как проходила подготовка этого меморандума и кто участвовал в этой работе, какие идеи в него заложены. Документ подготовлен Министерством обороны Российской Федерации по прямому поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами России Владимира Владимировича Путина для закрепления режима прекращения боевых действий на территории Сирии. Принятие документа предшествовала основательная подготовительная работа. Вопросы политического регулирования в Сирии неоднократно обсуждались с президентом России, с руководством Турции, США и других государств. В частности, вопрос о зонах деэскалации был включён в повестку переговоров руководителей России и Турции 3 мая в городе Сочи. Министром обороны России были проведены рабочие встречи с министрами обороны Ирана, Турции, Сирии и Израиля. Постоянные контакты осуществлялись по линии разведывательных служб и внешнеполитических ведомств. Проведена большая работа с сирийским правительством, лидерами формирований вооружённой оппозиции, с тем, чтобы убедить их в необходимости принятия практических шагов по деэскалации конфликта. Конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий, сыграл важную роль в оперативной подготовке меморандума к подписанию. Позитивное значение в вопросе создания зоны деэскалации имело и позиции Соединённых Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии. Поддержал подписание меморандума генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антонио Гутерреш, который приветствовал прекращение применения оружия и расширение возможностей гуманитарной поддержки населения. Высоко оцениваем усилия специального посланника генсекретаря ООН Стафана Домистуры, который с группой высококвалифицированных экспертов Организации Объединённых Наций лично прибыл в Астану для содействия успеху переговоров. Меморандум – это знаковый документ, реализация которого позволит на земле отделить оппозицию от террористических группировок ИГИЛ и Джабхата Нусора. Будет обеспечен безопасный, беспрепятственный гуманитарный доступ в зону деэскалации, что позволит оказывать населению медицинскую, продовольственную и другую необходимую помощь. Будет организовано восстановление объектов инфраструктуры, в первую очередь вода и энергоснабжения. Это создаст условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. Но самое главное – это то, что выполнение меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в стране. Именно поэтому документ имеет важное значение для политического урегулирования в Сирии. Не всем это нравится. В то же время поддержка документа ООН, администрации США, руководством Саудовской Аравии и другими странами является дополнительной гарантией его претворения в жизнь. Теперь бы хотел предоставить слово генерал-полковнику Рудскому Сергею Федоровичу, который более подробно расскажет о целях, задачах меморандума, а также о мерах, выполнение которых предусмотрено данным документом. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Командованием российской группировки войск проведен комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания меморандума. С нуля часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом. 2-3 мая российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с руководством Сирийской Арабской Республики организована доставка гуманитарного конвоя ООН, Международного комитета Красного Креста и сирийского арабского Красного Полумесяца в город Дума, в район Восточной Гуты. Сопровождение 51-го грузового автомобиля с продовольствием и медикаментами осуществлялось подразделениями военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Контроль безопасности колонны постоянно обеспечивали 4 беспилотных летательных аппарата. При этом в ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения российскими военнослужащими был выявлен, обезврежен и передан представителем Сирийской службы безопасности террорист-смертник, имевший при себе 10 килограммов взрывчатки и гранаты. Меморандум предусматривает создание четырех зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Первая, наиболее обширная, на севере Сирии захватывает провинцию Идлиб, а также гранищащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама с населением более 1 миллиона человек. Данную зону контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек. Вторая расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы, контролируемые отрядами оппозиции, насчитывающими до трех тысяч человек. В данных районах проживает около 180 тысяч мирных жителей. Третья, восточная Гута. В данном районе вооруженные формирования насчитывают около 9 тысяч человек. На территории восточной Гуты проживает порядка 690 тысяч мирных жителей, для беспрепятственного перемещения которых сирийские власти уже развернули 8 контрольно-пропускных пунктов. Многие жители утром выезжают на заработки в Дамаск, а вечером беспрепятственно возвращаются домой. В эту зону не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками Джибгата-Нусра, и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена. Четвертая зона – на юге Сирии, в приграничных с Иорданией районах провинции Дера и Кунейтра. Эта зона в основном контролируется отрядами так называемого Южного фронта общей численностью до 15 тысяч человек. В указанном районе проживает до 800 тысяч мирных жителей. При необходимости, в зависимости от развития обстановки, меморандум позволяет сформировать дополнительные зоны деэскалации. В границах зон деэскалации прекращаются боевые действия между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий. Это касается применения любых видов вооружений, включая авиационные удары. Особое внимание в меморандуме обращено на обеспеченные контроли за соблюдением режима прекращения боевых действий. Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают наблюдательные пункты для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для обеспечения перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности. Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управления зонами безопасности будет осуществляться персоналом и формированиями России, Турции и Ирана. По взаимной договоренности стран-гарантов могут привлекаться силы других сторон. В настоящее время командованием российской группировки под руководством Генерального штаба проводятся расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их деятельности. В течение двух недель из представителей стран-гарантов будет создана совместная рабочая группа, которая до 4 июня представит для утверждения точные границы зон деэскалации и полос безопасности, а также карты отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок. Хочу подчеркнуть, что подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращение борьбы с террористами ИГИЛ и Джибгата Нусры на территории Сирии. Страны-гаранты обязуются принимать все необходимые меры для продолжения борьбы с формированиями этих и других связанных с ними террористических организаций в зонах деэскалации, а также оказывать содействие правительственным войскам и вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками в других районах Сирии. Высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы правительственных войск будут направлены для продолжения наступления против формирования ИГИЛ в центральной и восточной части Сирии и освобождения районов вдоль реки Ефрат. ВКС России будет поддерживать эти действия. Уважаемые коллеги, сейчас я хочу предоставить слово генерал-лейтенанту Гаджи Магомедову Станиславу Истрапиловичу, который расскажет нам об особенностях и деталях переговорного процесса в Астане. Добрый день. Уважаемые дамы и господа, результативности переговоров в Астане способствовала активная предварительная работа с нашими партнерами. В этих целях рабочая группа Министерства обороны Российской Федерации 25 апреля в Дамаске провела рабочую встречу с руководством Сирии, а 26 апреля в Анкаре с представителями Турции и лидерами вооруженных формирования оппозиции. В ходе встреч детально разъяснили партнерам наши подходы к созданию зон безопасности, порядку контроля за соблюдением договоренностей, организации гуманитарного доступа, восстановлению мирной жизни. Одновременно делегации Минобороны России провели аналогичную работу в Тегеране и Аммане. Уже в ходе предварительной работы удалось заручиться поддержкой наших инициатив со странами-гарантами и противоборствующими сторонами. Проведенные мероприятия обеспечили конструктивный настрой прибывших в казахстанскую столицу на международную встречу представителей Турции, Ирана, правительства Сирии и оппозиции. Определенные сложности в ходе переговоров вызывало отсутствие доверия между представителями сирийского правительства и оппозиции. Но благодаря согласованным действиям делегаций стран-гарантов точечной работе с оппозицией правительственной делегацией удалось выйти на взаимоприемлемые решения. Несмотря на стремление всех делегаций выйти на подписание документа, то исходные позиции сторон кардинально различались. В первую очередь это касалось вопросов обеспечения безопасности гражданского населения в зонах деэскалации, организации контроля выполнения сторонами конфликта договоренностей по прекращению огня. Особенностью переговоров в Астане является то, что от оппозиции в них участвуют не политики и эмигранты, а полевые командиры формирования, реально контролирующие обстановку на земле. Несмотря на их противостояние с правительственными войсками, эти люди осознают ответственность за будущее единого сирийского государства. В результате в ходе достаточно откровенных переговоров были выработаны общие подходы к стабилизации обстановки в Сирии. Удалось согласовать меморандум с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации. Важную роль в достижении договоренностей сыграла конструктивная позиция наших партнеров из Ирана и Турции, которые, как страны-гаранты, приняли на себя обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий. Особо отмечается значительный вклад спецпосланника Генерального секретаря Организации объемных наций Стефана Демистуры, который в наиболее напряженные моменты переговоров провел несколько личных встреч с оппозиционерами и убедил их в важности меморандума для стабилизации обстановки Сирийской Арабской Республики. Также важно, что итоги Астаны рассматриваются Стефаном Демистурой как существенный вклад для продвижения политического диалога в Женеве. Существенную помощь оказали и эксперты Организации объемных наций, обладающие большим опытом миротворчества. Их практические рекомендации были полностью учтены при выработке меморандума. Успеху переговоров также способствовали высокий уровень организации встречи со стороны руководства Республики Казахстан. На каждом этапе переговоров всем делегациям оказывалась поддержка со стороны наших казахстанских коллег. В ближайшей перспективе основные усилия будут сконцентрированы на формировании совместной рабочей группы по деэскалации, подготовке карт с координатами зон безопасности и буферных полос, их согласовании с партнерами по переговорам. Отчеты о деятельности группы будут заслушиваться в ходе международных встреч по сирийскому регулированию в рамках астанинского процесса. Кроме того, будет создан механизм эффективного контроля за выполнением договоренностей, о котором говорил генерал-полковник Рудской. К этой работе мы уже приступили. Намерены продолжить работу по формированию дополнительных мер доверия между противоборствующими сторонами. Прежде всего, это касается вопроса восхождения лиц, которые насильственно удерживаются сторонами конфликта, а также гуманитарного разминирования. Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с нашими партнерами по санинскому процессу, странами-наблюдателями, а также на поддержку наших усилий международными организациями, в первую очередь организацией объединенных наций. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Если позволите один вопрос. После вступления в силу меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, на каких районах будут сосредоточены усилия российских ВКС, направленные на уничтожение террористов? Спасибо. Да, пожалуйста. Установление зон деэскалации позволит высвободить значительное количество сил правительственных войск и позволит организовать широкомасштабное наступление против ИГИЛ. Основные направления при этом это северо-восточная часть провинции Алеппо вдоль реки Ефрат и направление к востоку от Пальмиры с последующим развитием наступления и деблокированием города Дейр-Изор, которые, как вы знаете, более трех лет находятся в осаде бандитов. Спасибо. Телекомпания NHK Японская Курашов Ярослав Я хотел бы задать вопрос господину Гаджи Магомедову. Скажите, пожалуйста, какие конкретные меры предусмотрены для нарушителей меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике? Спасибо. Спасибо за вопрос. В первую очередь по каждому факту нарушения будет пройдено тщательное расследование, по результатам которого будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей, не исключающее и подавление огневыми средствами. Здравствуйте. Россия 24. Господин Рускому тоже вопрос. Сергей Федорович, скажите, пожалуйста, планируется ли возобновление действия меморандума о предотвращении инцидентов в небе с Соединенными Штатами в ближайшее время? Да, упомянутый вами меморандум, безусловно, играет ключевое значение в обеспечении безопасности и исключению опасных инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Как вы знаете, российская страна приостановила действия данного меморандума после нанесения ракетного удара Соединенными Штатами Америки по авиабазе Шайрат. Но в то же время контакты на рабочем уровне по телефону прямой связи они продолжались и продолжаются в настоящее время. Мы полагаем, что вопрос возвращения России к полноценному участию в меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве будет обсуждаться в ходе двусторонних контактов с нашими американскими партнерами, причем в самое ближайшее время. предполагается увеличение количества участников при установлении зон дескалации? Да, не исключается и предполагается и мы сейчас ведем соответствующие консультации с нашими орданскими партнерами и имеем в виду возможных других партнеров в этой сфере взаимодействия. Уважаемые коллеги, в заключение нашей встречи я хотел бы поблагодарить вас всех за оперативную реакцию, за то, что приняли наше приглашение. Министерство обороны России традиционно уделяет самое важное значение освещению жизнедеятельности своей в средствах массовой информации и мы и впредь планируем информировать вас об основных таких событиях, в том числе и по сирийской тематике. В заключение в канун самого такого священного и важного праздника Дня Победы я хотел бы поздравить всех уважаемых коллег с великим праздником, с победой, пожелать мирного неба, здоровья и счастья всем. Спасибо вам большое и до свидания.